Последние лет десять одесситы протестуют, а застройщики, облокотившись на эти самые демонстрации, продолжают засорять французский бульвар новостройками, читая очередную информацию местного информационного агентства. На территории санатория имени Чикалова, в той его части, которая примыкает к ботаническому саду Адресского университета, началось строительство высотного жилого дома. Сейчас рабочие завершают демонтаж лечебного корпуса и в скором времени приступят к речью котлована. Можно, конечно, выдать очередной гневный монолог о беспределе бизнесменов, об отсутствии у них патриотизма, выдавить у обывателя слезу, нарисовав картинку из босоногого детства, когда был в цвету, а не в строительных лесах, самые красивые бульвары Южной Пальмиры. Но это бесполезно. Во-первых, патриотизм у этого сообщества – золотой доллар в обоих глазах. Во-вторых, большинство из них не родившиеся в Одессе, а потому детство прошло в других местах. Я о другом. Каким образом в Южной Пальмире можно начинать строительство жилого комплекса на территории государственного санатория, да еще в рамках исторического ареала «Французский бульвар»? Нет, я все понимаю. Наша прокуратура иногда напоминает фемиду с завязанными глазами, но не ради соблюдения законов, а по причине нежелания видеть очевидное. Таким макаром в свое время внезапно ослепла транспортная прокуратура, не поинтересовавшись Сергея Васильевича Кивалова, с какого такого бугра разрешения он начал строительство непонятного заведения окрести его церковно-приходской школой. Теперь вот на очереди еще одно строительство с явными нарушениями действующего законодательства. Если чтение в интернете занимает много времени, то может просмотр данного монолога придаст решимости нашим силовикам включиться в борьбу за соблюдение отечественного законодательства и на корню пресечь произвол, не доводя его до включения в повестку дня очередной сессии городского парламента. Мог бы и подсуетиться представитель Минкультуры Украины господин Мещеряков, ему сам закон велел охранять этот исторический ареал. Впрочем, к чему это я? У людей напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, а я о каком-то там провале, продерках и так далее. Что бы сделала вменяемая областная и городская власть в такой непростой ситуации, как сегодня? Уже на следующий день, после получения информации, и город, и область в лице ответственных заместителей, курирующих строительную отрасль, нагрянули бы на строительную площадку. Призвали бы на место не только прокурорских, но и тех, кто затеял все это. Пригласили на разбор полетов все без исключения средства массовой информации и закрыли вопрос раз и навсегда, не дожидаясь протестов контролирующих ведомств на городском и областном заседаниях местных парламентов. Полагаю, в таком случае одесситы уяснили, что и Южной Пальмире, и одессчиной управляют люди решительные, неподкупные, умеющие останавливать любой беспредел, независимо от того, кто за такими махинациями стоит. Иначе как исправить реальный факт отсутствия доверия людей к любой власти, как со стороны протестующих в Киеве, так и со стороны одесситов? Надежда на то, что длинными монологами о фашизме и антифашизме можно скрыть воровство и коррупцию наивно, в конце концов, это не только идеология в нашей жизни, это еще и соблюдение таких простых, но очень важных понятий, как честность, справедливость и любовь к родному городу. Редактор субтитров А.Семкин